Всем привет, мои дорогие! Мы сейчас идем на море, остановились возле киоска, да, можно так сказать, мороженое купить. В общем, что я хочу вам сказать. Вы меня спрашиваете, спрашиваете, очень много спрашиваете про жилье. То есть, реально ли здесь вообще найти жилье? Да, реально. Мы сейчас будем проходить, я вам постараюсь показать, что во многих местах есть таблички, то есть, сдается жилье. Сдается недорого, поэтому найти жилье здесь можно. Всем привет, да. Вот сейчас прям первое проходим, показываю. Здесь комната на 6,5 километров рублей. Ну вот, это просто как вариант, да, вот мы только вышли от себя и я вам показала. Что еще хотела сказать? Еще хотела сказать, что вы мне спрашиваете про наше жилье, то есть, сколько оно нам обошлось. И вообще, сколько будет стоить такое жилье, как наше. Ну, как бы равняться совсем на наше жилье не стоит, потому что мы на длительное время его брали. И нам сделали небольшую скидку. Сколько вот конкретно будет стоить такое жилье, если будет кто-то приедет, да, и там закажет. Ну, я не знаю, на неделю, на неделю. Ну, сложно сказать. Нужно эти вопросы, конечно, решать с хозяйкой. Ну, в пределах, я не знаю, может, трех, трех с половиной тысяч. В основном, в основном все вот номера, да, судовства нашего трехместного, да, грубо говоря, они выходят здесь около трех тысяч. Вы сами вчера, вы сами видели в предыдущем видео, что мы показывали в 12 часов, что на аллее, да, на этой, на кипарезке, жилье было от двух тысяч, да, две с половиной. С удобствами, получается, стандартный номер. И люкс был три с чем-то там, я уже не помню, что ли. И здесь также мы проходим, грубо говоря, на самой набережной даже я видел номера с удобствами 3200. Там там было написано номера за 3200, да, и прямо вплотную, что на море выходят, на аллее выйдет. Вот, пожалуйста, она, это состояние, да, имея свободные номера, пожалуйста. Я просто говорю, что есть. Так, сейчас пройдем, ребятки. Небольшой такой затор, пробочка получилась. Просто смысл в чем? В зависимости, кто что ищет. Кому-то нужна стоянка, да, чтобы машину поставить не на улице, чтобы она стояла, а во дворе, да, вот, грубо говоря. Я больше отношусь, чтобы она стояла во дворе, от машины. Я стараюсь искать, чтобы мне было больше, пусть будет номер похожий, но зато будет стоянка, да, чтобы она была именно рядом. Конечно, каждый ищет под себя. Некоторые бросают на улице. Когда мы приехали только сюда, нам предложили, сначала договаривались, что стоянка будет внутри, сначала будет пару дней она постоять на улице, да, потом место освободиться, меня загонят вовнутрь. Но, когда мы приехали, они сказали, что стоянка вам не предвидится, все места заняты по стоянке, но, даже около дома не было стоянок, но вы можете машину поставить на платную стояночку. Что за них не будет, конечно, в суд, нет, почему, платную есть платную, она огороженная, просто то же самое, как и во дворе будет стоять. Но цена будет этого всего стоит 200 рублей еще в суд. Да. Посчитайте, если кто едет на месяц, примерно, на месяц, да, сколько это выйдет еще топом расходов. Да. Поэтому каждый ищет под себя, конечно. А здесь плюс в чем, ты у кругом раз вышел, надо что-то положить в машину, ты можешь положить в машину, надо что-то взять с машины, ты пошел взять в машину. Не обязательно даже все абсолютно вещи заносить в этот. И так же, что в номер не тащить все остальное, грубо говоря. Кто-то, может быть, лишним привез, кому-то что-то еще нужно. Да, ребят, я еще спрашиваю про жилье. Это жилье, где мы сейчас живем, это не то, которое мы бронировали, если кто-то не понял, кто-то пропустил видео. Это жилье мы нашли здесь, от бронированного мы отказали. Деньги нам вернули, слава богу. То есть, как бы, по-что мы потратили. Ну да, совет просто, если вы договариваетесь, да, по жилью, да, с предоплатой, все как положено, просите, чтобы вам скинули номер, фотографии именно вашего номера. Почему? Потому что на фотографиях одно, а в реальности получается другое. Они говорят, мы тоже нашли по сайту, все как положено, на фотографиях, я говорю, вот такой номер, да, такой номер. Все было обговорено, все, мы фотографии есть. А когда приехали, не поверите, какой ужас. Да, расстроились немножечко, но я, конечно, уже была согласна, то есть, хотела согласиться. Но это Женя не потерял самообладание и сказал, все, мы уходим, мы забираем деньги, идем искать жилье. И хорошо, мы нашли, в принципе, нормальный цель. В общем-то, вот, как-то так про жилье вам рассказали. Сейчас дойдем до конца, я покажу вам море. И на этом мы будем заканчивать наше видео. Я просто хотела рассказать вам про жилье. То есть, чтобы вы понимали, как обстоят здесь дела с жильем. Цены, ну, то есть, не надейтесь, что вы найдете. Мне кажется, лично, мое мнение дороже двух с половиной, о, дешевле, то есть, двух с половиной тысяч. Почему? Мне кажется, сложно найти. Да не сложно, все можно найти. Ну, можно будет постараться. Чтобы найти такую, за такую сумму, нужно ходить, нужно искать. Ну, а не так, что ты по интернету можешь найти такие цены. Можно найти, но будет какая-нибудь разруха, либо будете ходить откуда-нибудь. Качество жилья, все-таки, тогда не рассчитывайте, что там будет все супер. Все-таки это Крым, не знаю, судак. Город, где очень много туристов, много отдыхающих. Дорогие друзья, уважаемые гости курорта. Остается 5-7 минут до отправления спортивного катера БМВ на увлекательную прогулочку. Народ мне меньше. Подножью потушил. А вон банан, глянь, с детком вообще. Да. Женщики, как вы отправили вместе с нами в самое увлекательное морское путешествие. Вон, видите, к причинам брикантина. Интересно, что вон, где привидал, как завлекает. Спортивный катер БМВ. На катере на БМВ танцует купальники. Да, это то же самое, что в ночном клубе «Гурман» стоит. Завлекает. Что-то как-то никого не завлекало. Пока что. В общем-то, вот так вот, ребятки. Вот столько отдыхающих. Вот такая информация про жилье. Ну, все как есть, все вам рассказываем и показываем. Сегодня, кстати, море спокойное. И я могу сказать, что не судите. Мы рассказываем, что мы видим, что наши впечатления и какое наше мнение. Да, да. А не так, что мы кому-то навязываем или еще что-то. Это просто наши... Мы отдыхаем и просто показываем вам. Мы от своего отдыха получаем удовольствие и все остальное. Делимся впечатлениями. С вами делимся информацией. Возможно, кому-то она будет полезна и актуальна, если вы собираетесь на отдых в Судак. Либо же по каким-то причинам вы не можете приехать, но хотите посмотреть, что творится в Судаке. В конце концов, может, вы здесь отдыхали и любите это место. Это все, мои дорогие. На этом заканчиваем. Всем пока-пока. Привет вам из Судака. Привет из Крыма. Скоро увидимся. Не пропускайте следующие видеоролики. Также подписывайтесь на мой кулинарный канал. Мастер своего дела. Пока.